Добрый день, друзья! Давайте сегодня затронем два вопроса. Это вопросы и от моих подписчиков и часто задаваемые вопросы под видео. Один из вопросов от Елены Прекрасной. Она описывает орхидеи, стоящие у нее под лампами. Один цветонос упирается в лампу, другой цветонос будет, когда подрастет, упираться в стену. И можно ли переставить или повернуть орхидеи как-то в другую сторону, поменять расположение, но оставить под той же лампой. Мы с вами знаем и несколько раз разбирали и говорили о том, что орхидея в природе не двигается, прикрепившись к одному месту, она так и находится всю свою жизнь и не имеет функции локомоции, то есть не умеет двигаться. Ни пропитание она себе не добивает, не может повернуться относительно света, развернуться сама как-то что-то сделать. Елена, что я вам могу посоветовать? У вас лампа висит 15-25 сантиметров от листьев. Если вы поднимете на 10 сантиметров лампу, ничего не случится. Свет немного изменится, но не настолько сильно. А относительно того, повернуть ли орхидею, конечно, вы можете ее повернуть. У вас уже большие цветоносы, в основном замирают цветоносы, когда они там сантиметр два. Но все равно, бывают такие орхидеи, которым абсолютно безразлично, как вы их будете поворачивать, в какую сторону, даже можете перенести из комнаты в комнату, она не прекращает рост цветоносов. А некоторые очень большие капризули. Вот к каким относятся ваши орхидеи, я, конечно, определить не могу. Вы можете попробовать все это сделать, но думаю, что с вашими орхидеями ничего плохого не произойдет. Бывает такое, что я переношу орхидеи даже пересаживаю в момент роста цветоносов. Ну, конечно, стараюсь поставить то же самое место, но поворот на 180 градусов у меня еще ни разу не повлиял на рост цветоноса. Хотя Леодора у меня очень капризный цветок. Вот ее на 5 сантиметров переставишь в другую сторону, и она не то, что цветоносная, даже листья прекращает расти. Как всегда, все орхидеи разные. Вы только можете на своем опыте это узнать, что у вас произойдет с орхидеей, но думаю, что у вас будет все в порядке. А второй вопрос тоже всегда волнует подписчиков от Яри Кан. Надеюсь, что я правильно назвала ваш ник. От чего зависит окрас орхидеи? Написан большой пост. Дело в том, что орхидея стардаст при покупке на белых лепестках была рассыпь темно-бордовых пятен. Действительно, как звездная пыль. Сейчас она цветет первым цветением, пробудила две почки на старом цветоносе, и там у нее распустились бутоны. Под этим вопросом очень много оставлено подписчиками, комментариев, почему такое происходит. Из вопроса я поняла, что это не новый цветонос, а пробудившиеся почки на орхидее стардаст. И она цветет сейчас более насыщенно. Я показывала вам свои орхидеи, когда у меня было что показать, как у меня один из беглипов цвел при покупке, и потом выпустил цветонос, и какое он более яркое цветение дал второй раз. Ссылочку на это видео я оставлю в правом верхнем углу экрана и под видео. Просто хочу вам рассказать. Бывают очень интересные метаморфозы цветения орхидей. И от чего это зависит, это действительно невозможно разобраться. Потому что я живу, например, в теплом регионе, вы можете жить в холодном регионе. И от температуры, от полива, от освещения, от всего может быть зависит окрас, но еще бывает так, что не закрепленное цветение. Стардаст довольно таки орхидея старая, то есть ее давно уже выпускают. Но опять же, у вас цветение после покупки. Это первое цветение. После покупки первое цветение обычно бывает, может быть, более яркое. Потому что еще есть гормоны, которыми обрабатывали орхидеи. А вот когда вы получите домашнее цветение, и не первое, а второе, третье, тогда вы поймете, как цветет ваша орхидея. Но бывают и другие метаморфозы. Самый яркий пример такой метаморфозы, такого непонятного цветения, это у меня орхидея Фронтера. Я так радовалась, когда ее купила. Она действительно яркая, красивая, особенно когда распускается. У нее необыкновенный окрас. Здесь будут фотографии, или здесь, или здесь будут фотографии первого ее цветения. Цвела она, вот как здесь сейчас на фотографии, цвела она так три года подряд. Очень красивое цветение. Да, она потом немного выгорает. Вот окрас абсолютно такой, какой был при покупке. А на четвертый год, когда она расцвела, я не узнала свою орхидею. Это будет следующая фотография. Вот почему происходят такие метаморфозы. Причем, стояла она все эти четыре года на одном и том же месте. Ну, может быть, у нас как-то меняется погода. Нюансы погоды заметить и отследить за все четыре года, это крайне сложно. Но она все время стояла под одной и той же лампой, в одном и том же месте. Поливала ее абсолютно так же, как все свои орхидеи. Но получилось вот такое цветение. Совершенно непонятное. И многие пишут, что вот именно этот сорт орхидеи, цветение бывает абсолютно разное. Вот жду, как в этом году расцветет. Очень интересно. Переставила ее на более прохладное место. Зимнее цветение более яркое. Могу сказать, да, зимнее цветение более яркое. Даже в нашем теплом регионе. А летнее цветение, им жарко. У них в природе нет 40 градусов тепла, как у нас бывает. Да, конечно, работает и сплит-система. Но все равно, какие-то природные условия не до конца соблюдены. Да, это и невозможно. У всех всегда разные условия. Поэтому мы часто очень получаем разное цветение орхидеи. И последняя фотография будет пурпурный дождь. Ему у меня лет восемь, наверное. Он выпустил большую стрелку, расцвел очень красиво, большие цветы, с гофрированным краем. И потом еще дорастил два бутончика. И когда он распустил эти два бутончика, хорошо, что я успела сфотографировать те ярко насыщенные, а эти совершенно бледные. Да, есть там краб, но они значительно бледнее отличаются окрас. Вот этот цветок, это в один год его цветение, и он никуда не переставлялся с этого места. Но зацветал в лето. То есть цветонос начал растить весной, на разнице температур, а бутончики, которые были дорощены им, они распустились в лето. Вот вам и летнее цветение. Вот такие бывают разные цветения у орхидеи. И то, что вы их перекормили или не докормили, как мы говорим, может быть не тем удобрением, может быть много, может быть мало. Это может, конечно, способствовать разному цветению, но в меньшей мере, чем, например, разница температур. Наблюдайте за своими орхидеями. Когда у вас орхидеи будут расти не один, не два и не пять лет, вы поймете, что происходит с вашими орхидеями. И вот посмотрите, этот цветок распускается сейчас. К сожалению, не знаю этого названия, но посмотрите, какие на нем разные цветы. Вот это первый, на одной линейке. Вот даже на одном цветке, казалось бы, должен быть одинаковый окрас. Вот с пятнистыми, скрапчатыми цветами бывает всегда такое. Первые цветы более насыщенного окраса, и я замечаю, это не на одном. А последний, как мы всегда говорим, краски не хватило. Так вот, посмотрите, какая разница. Все бывает с орхидеями. Наблюдайте за своими орхидеями, это очень интересно и очень познавательно. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале! Субтитры сделал DimaTorzok